Добрый день, друзья! Меня зовут Азат Губайдулин. Я совладелец дизайн-бюро EV Design. Также я учу людей, как правильно делать ремонт. Слушайте страшилку. В 2013 году у нас были очень хорошие клиенты. Они один за другим последовательно заказали нам три дизайн-проекта. В одном из проектов была паркетная доска. Они нашли мастеров, закупили паркетную доску на полмиллиона рублей. Те им все успешно приклеили, но спустя несколько месяцев начались проблемы. Паркетная доска начала отрываться от стяжки пола вместе со слоем равнителя. Они были в отчаянии, приглашали разных экспертов, но все были единодушны. Паркет безнадежно испорчен, его осталось только демонтировать и выкинуть, выравнивать стяжку пола заново и приклеивать новый паркет. Вот так очень хорошие люди попали на огромные деньги из-за нерадивых мастеров. Мне эта история настолько запала в память, что я решил лично контролировать ход реализации наших дизайн-проектов. Но я уверен, что с вами этого не случится, потому что вы смотрите этот видеокурс. Ну что, двигаемся дальше. Тема «Скрытые дефекты». Итак, мы говорим о 13 дорогих ошибок в ремонте, о которых не знает хозяин. Конечно, в первую очередь речь идет о вскрытых дефектах. В чем их коварство? Их сложно вовремя распознать, они проявляются в конце ремонта или по его окончанию, когда вы уже заехали в квартиру. Поэтому они часто требуют полной переделки. Даже если ошибка была допущена на черновом этапе, вам придется снимать все слои вплоть до финишного верхнего для того, чтобы добраться до источника проблемы. Устранение их по этой же причине стоит больших денег. Представьте, вам нужно будет нарушать верхний декоративный слой, обои, декоративная штукатурка, снимать паркет. Дешево так не бывает. И, конечно же, с виновных сложно взыскать стоимость ущерба, потому что прошло уже время. Исполнители могут сослаться на то, что при нас все было идеально. Не знаю, там кто-то другой после нас это все испортил. Дальше уже все зависит от того, как у вас заключен договор и насколько добросовестны ваши исполнители. Итак, мы сейчас рассмотрим 13 основных распространенных скрытых дефекта. Поехали. Первый дефект, который может привести к страшным последствиям, это перегрев проводов. Есть две основные причины возникновения таких ситуаций. Первое – это слабый контакт, слабое соединение. Второе – это толщина провода, то есть сечения, не соответствует мощности включенных в сеть приборов. Посмотрите на эту таблицу. Есть четкая закономерность между мощностью электроприборов, которые включены в электрогруппу, сечением провода и автоматом. Многие думают, что автомат, то есть автоматический выключатель создан для того, чтобы защищать электроприборы от короткого замыкания. Это не совсем так. Автомат должен защищать провода от перегрева. Если провода будут греться, это приведет к постепенному разрешению изоляции. В итоге они могут соприкоснуться, произойдет короткое замыкание и пожар. Чтобы этого не было, каждому проводу, каждого сечения соответствует автомат своего номинала, то есть номинальной силы тока. Вот, к примеру, посмотрите первую строку. Полтора миллиметра провод защищается автоматом 10 А. Если автомат будет больше мощности, есть риск того, что провода будут постепенно нагреваться, разрушаться. Это в конечном итоге может привести к возгоранию. С другой стороны, провода должны соответствовать мощности электроприборов, которые включены в сеть. Для ламп домашнего освещения достаточно провода сечением 1,5 квадратных миллиметра. Если мощность электроприборов составляет в сумме до 3,5 киловатт, используются провода сечением 2,5 миллиметра. Как правило, в эту категорию попадают все, буквально все домашние бытовые электроприборы, включая утюги, фен и так далее. Защищается такой провод автоматом номиналом 16 А. Если электроприборы более мощные, мощностью до 5,5 киловатт, их нужно подключать напрямую от щитка, минуя монтажные распаечные коробки, используя провод сечением 4 квадратных миллиметра. Почему нужно миновать монтажные коробки? Потому что там у нас есть соединение, а там, где соединение, там и слабое звено. В первую очередь, оно будет подвержено нагреву и разрушению, если мощность электроприборов окажется больше, чем должно быть. Более мощные приборы, мощностью до 7,2 киловатт, должны питаться проводом сечением 6 квадратных миллиметров. Защищаются они автоматом 32 А. И, естественно, провод должен идти напрямую от щитка, минуя монтажные коробки. Все понятно. И сделаю оговорку. Сечение провода здесь указано для медных проводов. Дело в том, что недавно разрешили использовать в строительстве алюминиевый провод, а он имеет совершенно другие физические характеристики, большее сопротивление. Поэтому эти параметры сюда не подходят для алюминиевых проводов. Только медные. Следующий дефект. После ремонта часто происходят засоры канализации. Причин тут несколько. Одна самая распространенная. Используются отводы с прямыми углами. Вот как мы видим на картинке, вот этот вот отвод под прямым углом. В чем его недостаток? В том, что когда угол прямой, такой крутой, там очень легко может застревать какие-то твердые частицы, и постепенно, постепенно набирается грязь, и происходит засор. Поэтому я вам рекомендую вместо вот одного такого отвода под 90 градусов использовать два полуотвода, которые скругляют этот угол, и вероятность засора резко уменьшается. Следующая причина. Диаметр трубы меньше допустимого. В советские времена было две основные трубы. 110 мм и 50 мм. И были четкие стандарты. Сейчас у нас есть трубы 40 мм, 30 мм. И каждый мастер городит так, как считает нужным. Поэтому нужно сделать так, чтобы мощность потока была в пределах пропускной способности вашей трубы. Иначе будут постоянные засоры. Еще очень частая проблема в конце ремонта или по его окончанию происходит пробка в канализации. Происходит это потому, что какие-то рабочие сливают строительные смеси, гипсовые, цементные, плиточный клей. И вот эта взвесья, она поступая в систему канализации, осаждается внизу, на внутренней стенке канализации, и постепенно, постепенно внутренний просвет уменьшается. А эти смеси имеют способность очень быстро застывать. Значит, что бы этого ни было, ни случилось, нужно, а, строго наказать рабочим, так не делать, каждый раз это контролировать, и, б, рабочие должны иметь ведра, где у них осаждаются смеси, то есть смесь, прежде чем ее выливать в унитаз отработанная, она должна осаждаться, все твердые частицы должны садиться на дно. После этого мы выливаем уже практически чистую воду. Четвертая причина. Труба канализации установлена с неправильным уклоном, поэтому частоты не стекают. Вот посмотрите нижнюю картинку, это частный случай. Бывает так, что в одну сторону есть уклон, в другую нет. Часто это происходит, потому что между крепежами большое расстояние, и со временем труба немножко провисает, и хороший положительный уклон превращается в отрицательный, либо в отсутствие уклона, естественно, там скапливается мусор, и очень быстро может появиться пробка. Есть тут одна сложность, ловушка. Не стоит думать, что чем больше уклон трубы, тем лучше. Не совсем так. Вот посмотрите на эту картинку. Логика следующая. Если у вас будет слишком большой уклон трубы, тогда вода будет быстро пролетать сквозь нее, утекать уже в канализацию, а твердые частицы будут быстро сохнуть, и будут образовывать, они будут налипать на внутренней стенке канализации, и постепенно-постепенно она будет зарастать. Поэтому уклон должен быть так, как нарисованы на этой картинке, не больше и не меньше. Значит, третий дефект. Обои и стены покрылись плесенью. Наверное, вы догадались, что причина здесь влага, повышенная влажность. Но влажность повышенную может появиться из-за трех источников. Первое. Обои наклеили на непросохшую основу. У меня были такие случаи не раз, когда ко мне обращались люди за консультацией. Картина примерно такая. Мастер приклеил обои, ушел, через два дня обои зацвели. Как назло, буквально через два дня. Почему так происходит? Потому что плесенью нужно время, чтобы начать цвести. А рабочий наклеил плотные какие-нибудь флизелиновые, не дышащие обои на мокрую шпаклевку. Что происходит дальше? Стена не может просохнуть. Это благоприятная среда для развития плесени. И спустя несколько дней она появляется наружу. Вторая причина. Это уже не мастер виноват, а строители. Очень часто, вот посмотрите нижнюю картинку, на внешней, наружной стене квартир появляются вот такие холодные области, куда осаждается конденсат в зимнее время. Снаружи холодно, угол холодный, влага, которая находится в квартире, садится на эту холодную поверхность. Если температура достигает точки росы, из-за того, что там постоянно влажно, у вас начинает цвести и покрашенная стена, и стена, покрытая обоями. Что нужно делать? Нужно заново проверить наружный теплоизоляционный слой, и в случае его нарушения необходимо его заново восстановить, утеплить стену. Следующая причина влажное помещение без естественной вентиляции не успевает проветриваться. Ну и речь идет о ванных комнатах, где плохо работает вентиляция. Так, четвертое. Обои отклеиваются, края расходятся. Почему так происходит? Самая распространенная причина – плохо прогрунтованная стена. Грунтуют стены, как правило, валиком, но не попадают в труднодоступные места. Я говорю об углах комнаты, я говорю об углах, которые образованы примыканием стены и потолка. А есть также труднодоступные места, которые вызваны тем, что выходят из стены трубы, провода, еще какие-то элементы. Все эти вещи нужно тщательно пройтись кисточкой с грунтовкой. Если этого не сделать, в этом месте обои не приклеятся. Наверное, вы сами встречали в своей жизни, когда в углах обои плохо приклеиваются. Это вот по этой причине как раз. Вторая причина. Мастера неравномерно наносят клей. Да, здесь тоже нужно быть очень аккуратным, нанести клей на все участки, аккуратненько, тщательно промазать все края, чтобы потом, через день-два, у вас края не отошли. Мастера не соблюдают маркировку. Это касается, в первую очередь, универсалов, которые думают, что все обои примерно одинаковые. На самом деле современные обои это сложный, высокотехнологичный продукт. Бывают обои однослойные, бывают двухслойные, бывают даже трехслойные. Симплекс, дуплекс, триплекс их называют. Поэтому у них основание может быть одно, а верхний слой другой. И, конечно, у них различаются технологии приклейки. Более того, бывают такие своеобразные ловушки, которые не знают люди, не занимающиеся постоянно приклейкой обоев. Вот посмотрите пример ярлычков. Вот здесь вот ярлычок означает, что обои требуют подгона. В то же время невооруженным взглядом смотришь на них, вроде бы они однотонные. Начинаешь приклеивать, сразу граница видна. Смотришь ярлычок, оказывается, они требовали подгона. Бывают обои, которые наклеиваются верх ногами каждый последующий лист, каждая последующая полоса точнее. То есть, вы наклеили одну полосу, потом рулон разворачиваете на 180 градусов и приклеиваете следующую полосу. Только в этом случае у вас швы будут не видны. Бывают видны швы, когда у вас обои просто-напросто бракованы, они плохо прокрашены. Вообще, по-хорошему, только через двое суток вы сможете увидеть результаты приклейки обоев. Как они себя повели, как совпадают швы. Поэтому мой вам совет. Приглашайте только профессиональных мастеров, которые точно знают, что делать с обоями. Начинайте клеить от окна, там, где наибольшая освещенность. Приклейте два-три рулона и посмотрите через двое суток, как они себя повели. Они могут в процессе высыхания стянуться и обнажиться шов. Если шов даже толщиной полмиллиметра, а обои темные или контрастные, оттуда будет просвечивать белая полоса, это сразу станет заметно. Особенно обидно бывает, когда покупаешь дорогие дизайнерские обои, рулон там может стоить 4, 5, 10, 20 тысяч рублей за рулон. И потом в результате плохой приклейки их приходится выкидывать. но еще очень важный момент это неровные основания. Немногие знают, что тонкие обои требуют идеальной гладкой поверхности, то есть под них надо стену выравнивать, как под покраску. И перепад даже 1 мм он даст такой эффект, у вас когда обои тонкие начнут высыхать, вот в этом месте, где ямка или бугорок, у вас шов разойдется и это сразу станет видно. Поэтому я вам советую, прежде чем штукатурить выравнивать стены, вы должны заранее купить обои и посмотреть на них. Если они тонкие, мастер должен разобраться, он должен понять, насколько выглаживать стену. Пятый скрытый дефект это неровный пол. Как это происходит? Вам настелили напольное покрытие плавающим способом, допустим ламинат или паркетная доска, и у вас спустя некоторое время появляется скрип половец под ногами, появляются какие-то непонятные щели, потом ломаются замковые соединения, сквозь щели начинает пробиваться бетонная пыль, которую вы дышите. Что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Нужно обязательно проверять уровень стяжки пола перед тем, как укладывать финишное напольное покрытие. Существуют строительные правила, согласно которым при измерении двухметровой контрольной рейкой отклонение уровня пола от горизонта не должно превышать 4 мм, и просвет между рейкой и полом тоже не должен превышать 4 мм. Если это правило соблюдается, этого вполне достаточно для большинства видов современных напольных покрытий, они лягут без проблем и без всяких последствий. И еще не поддавайтесь на увещевание мастеров, которые вам говорят, мы сейчас возьмем, купим подложку потолще и она скроет все неровности. Речь идет как правило о подложке типа пенофол, изолон, из пененого полиэтилена. Так вот знайте, что в тех местах, где вы будете часто ходить на ваших тропах, она очень быстро спрессуется в блин и вы получите те проблемы, о которых я сейчас рассказывал. так же она спрессуется в блин под тяжелой мебелью. Если там внизу была неровная стяжка, ваша мебель начнет раскачиваться. Я уверен, что вам этого не нужно. шестое половицы не параллельны стенам. А здесь уже вина скорее всего не человека, который вам настилал напольное покрытие, а штукатуров, которые выравнивали стены. Штукатуры должны знать, что основные хотя бы стены в коридоре, в гостиной должны быть строго параллельны. Почему? Потому что если стены расходятся, то вы не сможете сделать так, чтобы половицы и слева, и справа стены были строго параллельны. И вы получите вот такой эффект, как на картинке. Не очень красиво, не правда ли? Сразу бросается в глаза. Седьмой дефект. Паркет отваливается от стяжки. Вещь тут идет о паркетной доске или о щитовом паркете, который приклеивают к полу. Основная причина – это рыхлое основание. Дело в том, что современный паркет приклеивается с помощью ультрасовременных классных клеев. Этот клей настолько прочный, что он скорее раздерет стяжку, раздерет равнитель пола, но не позволит паркету отклеиться от основания. А паркет он очень дорогой, ведь сами знаете. Сотни тысяч рублей, миллионы люди тратят на то, чтобы купить паркетное покрытие на одну квартиру. Бывает так, что в случае ошибки с монтажом паркеты приходится вот эти все миллионы выкидывать. Очень обидно. А нужно всего лишь соблюдать несколько правил. Стяжка должна быть, не должна быть рыхла, должна иметь высокую прочность, твердость. если вы использовали все-таки равнители пола, а лучше этого все-таки избежать, равнитель должен быть очень прочно приклеиться к основанию, к стяжке. То есть для этого должна быть тщательная подготовка поверхности, тщательная грунтовка, обеспыливание и использовать нужно только самые лучшие равнители, у которых по паспорту, по инструкции высокая адгезия к основанию. Об этом подробнее я рассказываю на своих курсах по напольным покрытиям. Восьмой дефект это плитка лопается и трескается. Ну очевидно, что вот такие трещины происходят от того, что неровное основание, но все же самая главная причина это мастер, который приклеивает плитку по старинке, как это делали раньше. Берется толстый слой плиточного клея, намазывается, сверху шлепается плитка и прилаживается по уровню. Что мы в итоге получаем? Получаем мы то, что в углах плиточного клея нету и вот здесь нету на стенке и вот здесь на полу. А поскольку плитка это хрупкий материал, то достаточно по нему хорошенько стукнуть даже вот шпилькой дама идет шлепнула шпилькой и уже все получилась трещина. Вывод какой? Приглашать мастеров, которые используют современные методы современной технологии приклеивания плитки. Об этом я рассказываю подробно в своем курсе. Некрасивая выкладка плитки. посмотрите внимательно на эти картинки верхняя и нижняя. На первый взгляд вроде бы все нормально. Не правда ли? ну так да не так. Вот если здесь посмотреть на верхней картинке мы видим что швы вот на на этой нише которая закрывает ванную и на полу не совпадают. Это очень некрасиво. Здесь также сделали ревизионный лючок чтобы смотреть там трубы ванны и вот делали такие некрасивые швы. Конечно нужно было целиком вот эти плитки не нарушать чтобы шов шел именно там где шли межплиточные швы. Нижняя картинка видно что розетки расположены непропорционально относительно вот этих межплиточных швов. Получается такая асимметрия этот царапает взгляд. В то же время если бы заказчик дизайнер заранее согласовали с плиточниками правильную раскладку вот этих вещей вот этих дефектов можно было избежать. Нужно договариваться чтобы не было никаких узких обрезков. Чтобы была гармония рисунка плитки с наружними элементами розетка кнопки инсталляции трубы выходящие из стены смесители и так далее. Очень важно чтобы в углах плитка запиливалась на 45 градусов вот так вот никаких пластиковых уголков это 90 годы это уже в прошлом и еще очень важный признак красивого дизайнерского ремонта это тонкие швы просите чтобы мастер плиточник вам сделал самые тонкие швы какие только возможно какие дает плитка десятая проблема краска пузырится и осваивается но мы опять тут приходим к основной причине это плохое обеспыливание плохое грунтование за этим нужно очень тщательно следить и строго наказывать вторая причина не просохшие основания третье холодное основание если вы попробуете покрасить холодную лоджию зимой то у вас ничего не получится еще вот неграмотные специалисты маляры бывает так что не смотрят состав краски и разбавляют ее не глядя конечно же у краски разные бывают основы к примеру масляная краска разводится олифой акриловая разводится водой какие-то виды разводятся уайтспиритом и так далее поэтому можно основу краски разбавить неправильно и в итоге эту краску лучше выкинуть чем использовать потому что она вот такими лохмотями потом повиснет одиннадцатая трещины на потолке и стенах я уверен что вы видели такие трещины в старом жилом фонде допустим у своих родителей в панельках в хрущевках проблема в том что и раньше и сейчас немногие умеют грамотно обрабатывать русты русты это место где сходятся две плиты перекрытия там существует специальная технология нужно тщательно очищать основания обрабатывать обеспечивать адгезию там бетонные плиты которые которые вообще плохо пристают растворы нужно использовать специальные шпаклевки ленту серпянку это очень сложная технология если ею не владеть или если лениться то через некоторое время вот получатся такие трещины двенадцать штукатурка бухтит и отслаивается в чем причина частая причина когда люди используют гипсовые смеси гипсовые штукатурки в мокрых и холодных зонах гипс он будет все время вбирать в себя воду из окружающего воздуха в том числе будет постепенно разрушаться а если будет на него попадать открытая вода это еще хуже поэтому ни в коем случае гипсовые смеси мы в мокрых и в холодных зонах где образуется конденсат не используем не подготовили сложные основания бетонный металл бетон к ним очень тяжело пристают штукатурки как цементные так и гипсовые поэтому их специально обрабатывают специальной грунтовкой типа бетоноконтакт металл то же самое ну представляете железу очень слабо пристанет какой-нибудь гипсовой штукатуркой поэтому он также требует специальной обработки если вы используете цементную штукатурку любой слой более-менее толстый должен сопровождаться металлической сеткой которая удерживает цементную штукатурку и является профилактикой возникновения трещин если этого не делать то вы получите то что видите на картинках не просох или пересушенные основания казалось бы парадокс скажите конкретно какое нужно основание сухое или влажное основание должно быть нормальным опытные штукатуры когда штукатуры это жаркую погоду пористые поверхности которые хорошо впитывают воду их смачивают предварительно допустим речь идет о кирпиче иначе могут быть проблемы со штукатуркой кирпич быстро отберет влагу из гипса и он не успеет схватиться когда на влажный слой наносится второй слой верхний слой всегда начинает отваливаться поэтому главное правило любого штукатура дождись пока у тебя предыдущий слой высохнет еще бывает рыхлые основания речь идет о том что на гипсовую штукатурку нельзя наносить сверху цементную бывают такие чудаки которые придя на востройку где уже стены отштукатурены гипсом но недостаточно ровно пытаются выравнивать цементной штукатуркой так вот делать этого категорически нельзя наоборот можно то есть на цементную штукатурку можно наносить сверху гипсовую с оговорками конечно испорченные поверхности когда вы начинаете ремонт своей новостройки у вас должны быть закрыты все окна и подоконники окна пленкой подоконники нужно еще закрыть либо листами ДВП либо любого другого толстого материала который защитит от механического повреждения когда уже ремонт близится к концу и у вас появляются законченные поверхности их нужно тут же закрывать пленкой а напольное покрытие нужно вдобавок еще закрывать от механических повреждений листами ДВП и сверху класть пленку и обычно у нас как правило паркетная доска на наших объектах мы сначала кладем лист ДВП и сверху его закрываем толстой пленкой 200 микрон почему нельзя сразу пленку класть на паркет ну помимо того что дерево очень хрупкий материал и он от любого соприкосновения с металлом будет уже поврежден оставляет следы пленкой паркет нельзя закрывать потому что он может задохнуться имейте это пожалуйста ввиду далее перед покраской нужно закрывать все готовые поверхности и все что может быть забрызган все что может быть рядом естественно сначала мы красим потом клеим обои не наоборот ни в коем случае и перед установкой мебели нужно укрыть все что может быть испорчено мебельщиками к сожалению у меня были нередки случаи когда мебельщики пока приносят мебель задевают стены сносят углы либо в процессе монтажа они могут задеть стены или испортить какие-то користые поверхности своей мелкой стружкой поэтому введите сначала разъяснительную работу во-вторых укрывайте все что может быть испорчено и в-третьих мой вам совет в присутствии мебельщиков перед началом их работы сделайте фото всего окружающего пространства покажите им что никаких повреждений нет и потом тщательно проверьте все в конце их работы если потом появится повреждение у вас будет фото доказательства что раньше этого не было и они должны будут устранить это за свой собственный счет итак какие у нас выводы первое контроль лишь по результатам приводит к нарушению технологии появлению скрытых дефектов контролировать нужно не только результат не только окончание этапа но и процессы второе нет четкой задачи и критериев оценки значит постоянной переделки нужно ставить конкретные задачи и нужно знать как оценивать качество выполняемых работ третье если действия мастеров не согласованы с заказчиком с дизайнером значит вас ждут постоянные переделки какая должна быть система контроля для того чтобы избежать скрытых дефектов первый принцип двойного или даже тройного контроля сначала мастер который делает работу смотрит как он ее сделал проверяет себя затем следом за ним проверяет работу бригадир прораб это все сторона подрядчика после них обязательно должен проверять все либо хозяин квартиры либо дизайнер который ведет авторский надзор возможно это будет приглашенный специалист тех надзоров но это должен быть человек у которого нету конфликта интересов понятно что исполнители заинтересованы в том чтобы быстро сдать объект получить деньги подписать акт выполненных работ и убыть в освоясь они не заинтересованы в том чтобы показывать вам свои дефекты проверяющий должен знать строительные технологии и критерии оценки качества это понятно проверяющий должен искренне быть заинтересован в результате значит это должен быть либо хозяин квартиры либо дизайнер который заинтересован в том чтобы его дизайн проект был воплощен в наилучшем виде контроль ведется не только по окончанию работы так называемый выходной контроль но и в процессе работы операционный контроль потому что только в ходе операционного контроля вы сможете избежать возникновения скрытых дефектов для этого он и создан рабочим ставятся четкие задачи и критерии оценки его выполнения помните я вам рассказывал историю про то как подготовили стену под обои под тонкие а потом выяснилось что там изъянные шишки такие которые не позволяют клеить на такую стену тонкие обои значит стену приходится еще раз прошпаклевать выровнять ее под покраску работа ведется строго по технологическим картам надеюсь что ваши рабочие ваши мастера знают что такое технологические карты и действуют строго по технологиям если рабочий работает строго по технологиям тогда скрытых дефектов не будет поверьте скрытые дефекты образуются только когда технологии нарушаются последний пункт предварительное согласование с заказчиком дизайнером всех нюансов без самодеятельности это мы с вами обсуждали я думаю вы это все уже поняли ну что ж если вы пройдете мой курс обучения полностью вы будете знать абсолютно все технологические нюансы будете знать что контролировать в первую очередь чтобы избежать возникновения как скрытых так и явных дефектов самое главное вы получите четкую систему контроля пошаговую понятную объяснимую и действуя по этой системе вы избежите любых ошибок любых дефектов и любых переделок вы сэкономите кучу денег желаю вам встречать только хороших мастеров которые четко знают что такое технологические карты и добросовестно выполняют свою работу удачи спасибо за внимание удачи удачи удачи